Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги притчи, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Мудрость и глупость, они же праведность и порог, это, конечно, не совсем одно и то же, но близкие очень понятия, постоянная тема вот этой части книги притчи. Кто любит познание, любит и наставление, а кто отвергает, упреки скудаумен. Упреки такие, которые никому не хочется слышать, наверное, но можно их отвергнуть, а можно принять к сведению, не обязательно все делать, как тебе другие люди говорят, иначе ты никогда своей жизнью жить не будешь, но выслушать стоит. Добрый обретает у Господа благоволение, а коварного постигает злая участь. Ну да, да, такой оптимизм местами не оправданный с нашей точки зрения, но это вот такие правила, да, вот как в жизни должно быть. Злодею на земле не устоять, а праведники неискоренимы. Обратим внимание, что злодей один, но праведников много, то есть не то, что каждый отдельный праведник всегда процветает, но вот вообще их невозможно уничтожить. Достойная жена – венец для супруга, а бесстыжие, словно гниль в костях. Как многое зависит от семейной жизни. Притчи, конечно, обращены к парню, а не к девушке. Это наставление молодому парню, поэтому выбор жены – важнейший шаг в жизни человека. Праведник помышляет о справедливости, а нечестивец затевает коварство. Ну, потому их так и называют, да, банально. За словами нечестивца жажда крови, а правдивые речи спасительны. Я не комментирую такие стихи, где просто все и так ясно. Павел нечестивец и нет его, а дом праведника устоит. Смотрите, опять дом, то есть, может быть, его род, его потомство, его дело. Не обязательно он сам. Все время как бы он отстраняется на шафту от того, чтобы сказать, любой праведник всегда благополучен. Хотя иногда это говорит. Речь разумная прославит человека, а порочные замыслы опозорят. Речь и замыслы вроде бы не совсем пара. Даже замыслы, кто знает, что у меня в голове, никто не знает. Мои замыслы видны лишь мне. Но я же действую, исходя из них. Поэтому, если замыслы порочные, то рано или поздно это приведет к позору. Лучше в простоте и быть самому себе слугой, чем со спесью до без крошки хлеба. Один из самых трудных стихов для переводчика, я помню, как мы мучились с ним. Выбрали именно это понимание. Есть и, возможно, и другие. Лучше в простоте, чтобы у тебя был один слуга. Это уже не совсем простота, когда у тебя слуга есть. У меня, например, нету, а иногда хочется, чтобы был. Лучше в простоте, чем быть самому себе слугой, чем со спесью до без крошки хлеба. Наверное, лучшая иллюстрация – это вот картина такого спесивого человека, которому хочется, чтобы все ему воздавали хвалу, а за душой у него не гроша. Такая вечная история. Не надо, зачем? Живи сам по себе, себя обеспечивай, и все. Праведник и скотину пожалеет, но милость нечестивца хуже жестокости. Милость нечестивца хуже жестокости, ничего себе. А он не умеет миловать. Вот его милость – это какое-то действие, которое приносит только вред окружающим. Кто возделывает землю, будет сыт, а глупец за пустотой гоняется. Ну, такое сельское, аграрное общество, да, там нет никаких IT-технологий, поэтому все от земли, вот ее-то и надо обрабатывать. Нечестивец означается в коварстве, но корень праведных дает побеги. Опять праведники, как некая общая категория, да, их корень даст побеги. А не то, что каждый из них отдельно. Нечестивец в лживых речах запутается, а праведник избежит беды. Вот самая большая проблема с ложью. Все время приходится снова лгать, чтобы запутать и оправдать предыдущую ложь, придать видимость правде. Правда. И в какой-то момент в лживых речах запутывается, да. А праведник избежит беды, да, он, может быть, будет говорить не самые приятные и удобные вещи, но избежит. Человек пожнет добрый плод своих речей, возвратятся труды к нему награды. Смотрите, речи и труды в паре. Вот я сейчас тружусь или я речь произношу, а и то, и другое. Гораздо чаще, конечно, они разделены, но оказывается, речь не менее важная вещь, чем физическое действие. Глупец считает свой путь правильным, а мудрый прислушивается к советам. Почему люди не слушают советов? Да потому что им считают, им кажется, что они во всем правы. И вот это признак глупости, а не правоты. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. Прям замечательная зарисовка для полемики в соцсетях или переполненном трамвае. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. Даже комментировать только портит. Слова честного человека правдивы, а слова лжесвидетеля коварны. Банальность. Болтовня может ранить, как меч, а слова мудрецов исцеляют. Даже не сказано, речи нечестивцы могут ранить, как меч, там речи злодея. Да, это было бы понятно и банально. Но болтовня, пустая болтовня, когда человек не думая говорит, а слова мудрецов исцеляют, потому что они взвешивают эти слова, потому что есть даже сегодня все эти направления, психотерапия и так далее. Это что такое? Это именно в основном разговоры, это слова мудрецов. Правдивые слова останутся навеки, а лживый язык недолговечен. Ну, так и есть, любая ложь раскрывается рано или поздно. У злокозненных на сердце коварство, а у миротворцев радость. Коварство и радость вроде бы не пара. Но коварство, это вот он замышляет что-то сделать. А радость, да он уже даже ничего не сделав, он так в этом мире живет, что он радуется этому миру и своему месту в нем. Миротворец, да? Блаженный миротворец потом прозвучит на горной проповеди. Очень трудно это делать, кстати. Не приключится с праведником несчастье, а нечестивых зло переполняет. Ну, с праведником книга Иова нам подсказывает, бывает несчастье, но нечестивых зло переполняет, то есть оно внутри них. А праведник и зло может прийти извне, как на Иова пришло. Одно, другое, третье бедствие. А у этих зло внутри, они уже в нем. Лживые уста, мерзость для Господа, но угоден ему тот, кто поступает честно. Смотрите, уста и поступки, слова и поступки, они где-то вот, пусть не совсем одно и то же, но очень близки. Проницательный таит свое знание, а глупцы выставляют свою дурь на показ. Тоже вот очень характерный признак, да? Вот если человек глуп, он действительно вот это все прям фонтаном из себя извергает, да? А проницательный не торопится делиться, да? Его еще поди уговори. Прилежной руке править, ленивой руке нести повинность. О пользе прилежания и о вреде лени. Много тут поговорок таких. Беспокойство изнуряет сердце человека, а доброе слово веселит. Вот мы прекрасно это знаем по собственному опыту. И врачи, кстати, согласятся. Стрессов надо избегать, скажут они. А книга-притча говорит беспокойство и изнуряет сердце человека. Собственно, то же самое. Праведник укажет путь ближнему, а на стезях нечестивцев заблудишься. Людям свойственно вести за собой, да? Последовать или обучать своих детей, учеников, там, младших, которые рядом. И вот праведник и нечестивцы по-разному. У праведника один путь, а у нечестивцев много-много разных кривых дорожек, и там забредешь болото, сам не знаешь какое. Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток. Трудитесь, да, банальность. Стезя правды к жизни, а кривые пути к смерти. Вот смотрите опять. Стезя правды одна, а кривых путей много. То есть, как жить правильно, книга-притчи нам более-менее рассказывает. Это один способ. А вот сойти с пути праведности можно очень и очень по-разному. Но в 13-й теме это, конечно, продолжится. Продолжение следует...